Всего месяц назад Шалва Амонашвили прислал свою рукопись в Благовещенск, чтобы узнать мнение директора частной школы «Наш дом» Светланы Городович, с которой известный педагог давно дружит. Она сделала какие-то правки, я же грузин, могу допустить, уйма ошибок. Она сделала правку и предложила издать Благовещенскую книгу. Я сейчас впервые увидел эту книгу, но, понимаете, когда автор пишет что-либо, рождение книги, как рождение ребенка. Я сейчас как будто держу в руках своего младенца. Книгу опубликовали к открытию региональных дальневосточных педагогических чтений. Интересно, что отзывы были не только от взрослых, но и детей. Серьезный педагогический труд прочитали старшеклассники частной школы. Их мнение есть в предисловии к книге. Денис Левит, эту книгу обязательно нужно прочитать тому, кто только собирается стать учителем. Не просто учителем, а даже кто задумал. Если человек, прочитавший ее, не поймет или не примет, то ему нельзя идти к детям. Книга называется «Учитель, укажи путь красоты духа». Шалву Аманашвили назвал свой труд педагогической песней. Он считает, что школа должна быть в самом учителе. В свое время Шалву Аманашвили выгоняли из класса за баловство. В средней школе он был двоечником. Но потом появился педагог, который помог подтянуться по предметам и вызвал желание учиться. Неужели среди вас, среди амурских учителей, есть учитель, который способен бегать своего ребенка из класса, принимать вот такие детские выходки, с юмором и возвеститься на это обстоятельство? В Благовещенск профессор приехал в пятый раз. В школе «Наш дом» его считают своим научным руководителем. Аманашвили заинтересовался этим учреждением еще в 2003 году. В Москве на конкурсе «Учитель года» к нему подошла незнакомая учительница. Я Светлана Городович, у меня муж грузин. Он открыл школу. Конечно, его зацепило, что грузин где-то на Дальнем Востоке. Бизнесмен, который все свои деньги, средства вкладывает в школу. Это, конечно, очень интересно и серьезно. На региональные педагогические чтения Шалва Аманашвили впервые приехал вместе с сыном. Паата Аманашвили руководит Международным центром гуманной педагогики в Москве. Для Благовещенских учителей они проведут мастер-классы и открытые уроки, а также встретятся с родителями. Наталья Погодаева, Александр Лисинюк, Альфа Новости.